Книга «Открытым оком», 26-й том. Вопрос 3796. Тема «Литература». Почему один всё виденное старается запечатлеть, хотя оно может быть вовсе и малозначительное, а другой видит более глобальное, и всё таит в себе? Вот вы пишете так много, и в этом есть некая внутренняя потребность, или тщеславие человеческое, просто привычка писать, когда, начав уже, остановиться человек не может. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Была такая потребность даже у древнего человека. И писали на глине, и обжигали эти таблички, на скалах, на всём, что могло сохранить письмена. Многое значит привычка именно инерция. Что касается мирских людей, то они постоянно ищут темы, куда-то едут по древним цивилизациям, берут интервью, безразлично у кого, мотаются по белу свету с главами администрации, караулят артистов и космонавтов. Всё это однодневки, как бы потрафить любителям новизны. Деяние 1721. Афиняне же, все и живущие у них иностранцы, ни в чём охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Обывательское ротозейство, сиядность бездельников, чтобы тема не кончалась, нужно быть подозрительным, знать, что твой труд будет востребован, и более даже не сегодня. Свои стихи, как зелье, в котле я не варил и не впадал в похмелье от собственных чернил, но чётко и толково раскладывал слова, как для костра большого пригодные дрова. И вскоре мне в подарок, хоть я и ожидал, стремителен и ярок, костёр мой запылал, смыл маршак. Мне темы не приходится искать ни для проповеди, ни для стихов. Мне задают вопросы всюду, и я стараюсь с полной отдачей дать цельный ответ, согласно с Библией. Наиболее страдают авторы от цензуры, независимо от мирской или от духовной. Цензоры-грызуны гасят часто священный огонь. Когда кончаются темы, то поэты и писатели нередко накладывают на себя руки, как Маяковский, Есенин, Цветаева и другие. О, Господи, пошли долготерпенье! Ночь целую сижу я напролёт. Неволю мысль цензуре в угожденье, Неволю дух напрасно не сойдёт. Ко мне твое святое вдохновенье. Нет, на кого житейская нужда Тяжёлые вериги наложила? Тот вечный раб поденного труда И творчество живительная сила Ему в удел не дастся никогда. Но, Господи, Ты первенцев природы Людьми, а не рабами создавал. Завет любви и братства, и свободы Ты в их душе бессмертной начертал. А Твой завет нарушен в род и роды. Суди же тех всеправедным судом, Кто губит мысль людскую без возврата, Кощун стоит над сердцем и умом, И ближнего, и кровного, и брата Признал своим бессмысленным рабом. 1855 год, Мэй. Если уж взял в руки перо, То повторяй за пророком Михеем. Третье царство, 22-14. И сказал Михей, жив Господь, Я изреку то, что скажет мне Господь. Правителям всегда кажется, Что спокойнее будет в государстве И успешнее все их дела, Если все будут говорить слаженно, Единодушно, как на портсъезде Или в Синоде. Посланный, который пошел позвать Михея, Говорил ему, Вот речи пророков Единогласно предвещают царю доброе. Пусть бы и твое слово было согласно С словом каждого из них. Из реки и ты добрая. Пусть тот, чья честь не без укора, Страшит сомнения людей, Пусть ищет шасткой он опоры В рукоплесканиях друзей. Но кто в самом себе уверен, Того хулы не потрясут, Его глагол не лицемерен, Ему чужой не нужен суд. Ни пред какой земной властью Своей он мыслит, не таит, Не льстит неправому пристрастью, Вражденье правой не кадит. Ни пред венчанными царями, Ни пред судилищем молвы, Он не торгуется словами, Не клонит рабской головы. Друзьям в угодность боязливо Он никому не шлет укор. Когда ж толпа несправедлива Свой постановит приговор, Один, не следуя за нею, Пред тем, что чисто и светло, Дерзает он, благоговея, Склонить свободное чело. 1859 Толстой Слово запечатленное Слышно дальше и дольше, Но как должно быть не сочинителем, А рупором Господа Бога Иеговы. Если сегодня перебрать все, Что печатается с прицелом на вечность, То будет едва ли сотая доля Всего лишь одного процента Нужным из того, Что идет в макулатуру. Все это безрыбье от неверия в Бога, От бездуховности, От трусости и бесталанности, Когда человек сам топорщится Вскарабкаться на Моисеево седалище, Не будучи туда позван. Что такое случилось со мною? Говорю я с тобою одною, А слова мои почему-то Повторяются за стеною, И звучат они в ту же минуту В ближних рощах и дальних пущах, В близлежащих людских жилищах И на всяческих пепелищах, И повсюду среди живущих. Знаешь, в сущности, это неплохо, Расстояние не помеха, Ни для смеха и ни для вздоха, Удивительно мощное эхо, Очевидно, такая эпоха. 1955-й Леонид Мартынов. Без слова Божия, Который есть меч Божий, Все написанное может стать злом И камнем на шее, Который потянет в преисподнюю. И не следует вообще смотреть на то, Многие ли разделяют твое мнение. Ты сверяйся постоянно только с Библией И с тем, что говорили на эту тему Святые Отцы Церкви Христовой. Ты, обогревший кровью меч, Склонил смиренно перья шлема, Перед сиянием тонких свеч В дверях пещеры Вифлеема. И ты хранишь ее один, Безумный вождь священных ратей, Заступник грез, Святой Игнатий, Пречистой Девы Паладин. Ты для меня средь дольных дымов Любимый младший брат Христа, Цветок небесных серафимов И богоматери мечта. Полексена Соловьева, Черубина де Габряк. Паладин в переносном значении Человек беззаветно преданный Какой-либо идее или лицу. Немало книжек выпущено мной, Но все они умчались, Точно птицы. И я остался автором одной Последней недописанной страницы. Самуил Маршак. Колоссянам 3, 23. И все, что делаете, Делайте от души, Как для Господа, А не для человеков. Делайте от души,